Воров в законе пересчитали и назвали среди них долларовых миллиардеров. Самым опасным и влиятельным сейчас считается Гули. Министерство внутренних дел России насчитало 432 активных вора в законе. 318 из них, как сообщает Ура.ру, сейчас находятся на свободе, 114, сидят, 31 человек под следствием и еще 19 законников в розыске. Среди всех воров больше всего грузин, 242 человека, на втором месте русские, 51, за ними следуют армянские воры, 30 человек, затем езиды, курды, 26, азербайджанцы минус 16, абхазы минус 10, чеченцы минус 10 и евреи, 7, сообщает издание «Спутник Азербайджан». По данным издания, в составлении списка МВД России помогли коллеги из Украины. Несмотря на политическое противостояние, эти органы продолжают взаимодействовать в борьбе с аркпреступностью. В частности, правоохранители обеих стран сошлись во мнении, что самым опасным законником сегодня является Надир Салифов, Гуля, в последнее время активно распространяющий влияние на территории как России, так и Украины. Известно также, что почти все азербайджанские воры имеют российское гражданство. В наших тюрьмах сейчас сидят Ильгар Алиев, Талек Даглиев, Эмин Ахмедов, Заур Шипилов, Али Гейдаров, Ульфа Аттагиев. Недавно был задержан и Худжибабы Талы и Пханулы. Юнус Назаров проживает на территории Узбекистана. Да, так Джабединский уже давно обосновался на Украине. А Гуля и Рафет Алиба и Рамлинский разыскиваются Интерполом по запросу России. Самыми богатыми среди них называют Гуля, Юсуфа Шемхорского, Вагифа Дипломата, Альберта Рыжего и Рошада Генджинского. Все они, по утверждению азербайджанских СМИ, являются долларовыми миллиардерами. Среди славянских воров миллиардерами называют Сергея Аксенова, Аксен Измайловский, и Владимира Тюрина, Тюрик. Состояние остальных достигает нескольких десятков миллионов долларов. При этом вне зависимости от того, где живет законник, в РФ или за границей, основный источник доходов находится именно в России. Основным источником того же Гуля является отчисление торговцев овощных рынков со всей страны, которые после убийства его конкурента, Равашан и Ленкаранского стали массово переходить под его крыло. Нередкие случаи получения выкупа за похищенных бизнесменов. За это, кстати, Гуля и разыскивается российскими правоохранителями. В последнее время этот криминальный вид получения прибыли стал активно применяться на Украине, где эмиссары Гули принимают деньги даже в биткоинах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...